МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теплый весенний день. Автор рассказа Николай Беляев. Внучка, вставай, проспишь все. Сквозь сон услышала Галя голос бабушки. Вот ведь, бабуля, все ей надо встать ни свет ни заря. Впрочем, а почему нет? В колхозе встают рано, а бабушка всю жизнь тут прожила. Родилась задолго до революции. Вырастила дочь, Галочкину маму. Отправила ее учиться в город, а сама так и осталась в деревне. Сейчас Галя с удовольствием приезжала к бабушке на лето. И на грядках помочь. И в саду, и купаться, отдыхать в свое удовольствие после душного города. Встаю, встаю, бабуль. Галя с неохотой открыла глаза. Ой, привычного низкого дощатого потолка не было. Вместо него над кроватью навис беленый, ровный, с хорошо видимыми стыками, словно сделанный из фанеры. Одинокая электрическая лампочка, свисавшая на перекрученном шнуре, прямо с потолка была, но украсилась плетеным абажуром, да и сама по себе была больше, выглядя словно молочно-белый шарик. Это что такое? Галя резко села, откинув одеяло, и испуганно отдернула руки. Вместо лоскутного одеяла было шерстяным, убранным по городскому, в аккуратный пододеяльник с мелкими цветочками. Девушка посмотрела на свои руки и опять ойкнула. Кожа была гораздо белее привычного, почти без загара, а ногти вечно по-мальчишески ободранные, ровными и аккуратными, да еще и блестящими. Это что еще такое? Что произошло? Где я? А вот зеркало на стене. Комната похожа на бабушкину, но в то же время словно и не такая. Хотя вот окно, правда рама другая. Вон привычный комод, массивный, как небольшой дом. Так, зеркало. Галя отшатнулась. Из зеркала на нее смотрело совершенно незнакомое лицо. Овальное, с большими испуганными серыми глазами и копной встрепанных после сна каштановых волос. Где привычные веснушки, выгревшие вихры? Пижама, правда, похожа, но гораздо легче. Так вот она что. Это сон. Точно сон. Но такой реальный. Галя провела пальцами по щеке. Отражение повторило жест. Кожа непривычно гладкая, даже бархатистая. Потянулась на стол за гребешком, но пальцы наткнулись на странную расческу, чем-то похожую на неуклюжую щетку. Ну-ка, попробуем. А удобно. Интересный сон. Все так и не так. А что тут еще интересного? Бабушка тоже другая. Леночка, ты встала? Раздалась из-за прикрытой двери. Из кухни, точно. Значит, я Леночка? Ой, как интересно. Да, бабуль. Галя ворошила одежду на стуле, соображая, чтобы одеть. Любимого сарафана нет. Ну, правильно, это же сон. Но Леночка же во что-то одевается. А вот есть сарафанчик. Какой-то короткий совсем. Сильно выше колен. Даже непривычно. Умыться? Ну, умывальник на кухне. Обычный деревенский умывальник с подставленным под него ведром. Надо выходить. Интересный сон. Очень уж реальный. Вот что нужно. Галя резко ущипнула себя в затыльную сторону ладони. И чуть не подпрыгнула, вскрикнув от боли. Ой, не сон? Нет, быть того не может. И сразу вспомнила. Сосед Колька Иванов утверждал, что ущипнуть себя во сне, чтобы понять, что это сон, ерунда. Во сне никогда не поймешь, что это сон. Леночка, ты что там? Ничего, бабуль, сейчас иду. Как можно увереннее сказала Галя. Сон. Иначе и быть не может. Скрипнув дверью и пригнувшись, чтобы не стукнуться о притолоку, Галя вышла в полутемный коридор. Ну да, привычный бабушкин дом, но в то же время и какой-то не такой. Доброе утро, бабуль. Доброе. Бабушка обернулась. Она стояла не у печки, а совсем с другой стороны. Снимала пышущий паром чайник с горелки, горящий странным голубоватым огнем. Садись, завтракать будем. Бабушка из сна не имела почти ничего общего с собой настоящий. Несмотря на годы, выглядела она молодцевата и подтянута. Седые волосы аккуратно причесаны и заколоты. Привычного платка, закрывающего голову, почти целиком нет и в помине. Лицо похоже, но вроде и не ее. Да и одеты празднично. Куда делась бесформенная деревенская хламида? Галя, или все же Леночка, взяла пирожок с блюда, откусила. Вкусный, хоть и не такой, как в реальной жизни. Что-то сегодня сама не своя, улыбнулась бабушка, наливая чай в фарфоровую чашку. Пирожок вкусный? Угу, кивнула девушка с набитым ртом. Ну, наконец-то, а то все худею, худею. Ой, кажется, я нарушила какое-то правило. Интересно, бабушка догадается? Ну, догадается и что? Это же мой сон. Я оделась слегка мысленно, продолжала бабушка. Лучше уж брюки. Не так жарко, еще чай не лето. Брюки? Еще не легче. Странный сон девушки в брюках. Ну, ладно, будем играть по правилам. Позавтракаю, переоденусь. Бабуль, а почему ты такая праздничная? Так праздник же, удивилась бабушка. Ты что, забыла? Сейчас пойдем к мемориалу. Праздник? Очень интересно. А какое число? А, вон, на стене отрывной календарь. Яркая красная девятка. Но месяц не разобрать. Похоже, зрение у Леночки не идеальное. Можно, конечно, встать и подойти к календарю, но Галя постеснялась. Жалко, телевизор не работает, сокрушенно сказала бабушка. Посмотрели бы парад в Москве. Телевизор? Ого! Это чудо Галя ни разу не видела. Только читала в каком-то журнале. Странный, почти фантастический прибор, позволяющий передавать изображение с той же легкостью, как радио передает звук. Значит, это фантастический сон. Вот здорово. Кому рассказать не поверят. Жаль, сны быстро забываются. Галя завертела головой, выискивая, что тут еще интересного. Ага, получается, этот черный ящик и есть телевизор. Не думала, что он такой большой. А умывальника нет, и стены торчит кран, как дома в городе. Привычный буфет в углу. Правда, перекрашенный. Какой же месяц? За окном видна зелень. Значит, поздняя весна или лето. А может, и начало осени? Нет, не осенью одернула она себя. Осенью Леночка училась бы, а не спала у бабушки. А может, она тут и живет с бабушкой? Нет, вряд ли. Комната пустовата. Значит, я приехала сюда на лето или на выходные. Бабушка вышла в сене. Галя шагнула к календарю. Девятое мая. Что за праздник? Первое мая, да? Ну, причем тут девятое. Она подошла к умывальнику, посмотрелась в зеркальце. Вот оно, кажется, было точно таким, как всегда. Кривоватым, осколком, пришпиленным над умывальником. А где зубная щетка? Ой, вот она, яркая какая. А банки с зубным порошком нет. Ладно, придется просто прополоскать рот. Так, жаль расставаться с сарафанчиком. Удобный. Вот брюки тоже ничего, кстати. Блузка, интересно, моя или нет? А на ноги что? Галя выглянула в коридор. Вот же туфли стоят. Ничего себе, каблук сантиметров пять. Ну, судя по размеру Леночкины, как он на таких ходит? Впрочем, туфли сели, как по мерке, и оказались устойчивыми. Скрипнув дверью, Галя вышла во двор. Тут все знакомо. Знакомо, да не совсем. Липа, всегда бывшая тоненьким деревцем, стала огромной. Словно прошло лет пятьдесят. Да и яблони, густо покрытые белорозовыми цветами, разрослись, отчего садик выглядел чуть ли не как лес. А вот колодец ничуть не изменился. Галя подошла к нему по засыпанной камушками дорожке, заглянула внутрь, угукнула. Гулка отозвалась эхо. Из дома вышла бабушка, и Галя чуть не ойкнула, вслух от удивления. На бабуле был черный отглаженный пиджак с золотыми погонами. Мало того, на правой стороне груди два ордена. На левой медали десятка два, не меньше. Погоны? Галя помнила, что погоны были еще в царские времена. Откуда они появились в этом сне? Да еще и на бабушке. А ордена, медали? Бабушка подошла ближе. И девушка узнала один из орденов. Красная звезда. Второй незнакомый с надписью «Отечественная война» по кругу. В честь войны с Наполеоном? Но бабушка ее не застала, а медали «Вон за отвагу, бабушка и отвага». Сам по себе фантастический сон Галю ничуть не удивлял. Она любила читать и Беляева, и Долгушина, и других фантастов. Видимо, от того и сон соответствующий. Больше удивляло то, что все вокруг выглядело совершенно обыденным, что ли. Ни храбрых покорителей космоса, ни странных чудищ, ни коварных злодеев. Простая обычная жизнь обычных людей. И от этого становилось немного не по себе, несмотря на теплый солнечный день. Бабушка, улыбнувшись, открыла калитку, пропуская девушку на улицу. «Ленк, как ты не накрашенный на улицу вышла? И шо и в таком виде?» Раздался ей хитрый голос, и Галя не сразу поняла, что обращаются к ней. Говорила бойкая старушка, тоже в пиджаке, но без погон, и медалей было гораздо меньше. «Не накрашенный? Это что, Леночка еще и красилась перед тем, как куда-то выйти?» То-то перед зеркалом была куча разных тюбиков. Странно все это. Девушка неопределенно пожала плечами, но старушка, похоже, и внимания не обратила, обращаясь к Леночкиной или Галиной бабушке. «Привет, Степановна!» «Что это ты, Рана?» «Привет, Платоновна!» «Не хочу на митинг!» «Шумно!» «Схожу пораньше, ребят вспомню!» «Это хорошо!» Загивал Платоновна. «Правильно, правильно!» «Говорят-то много!» Девушка с бабушкой неторопливо шли по краю укатанной деревенской улицы, кое-где подсыпанной щебнем. Галя глазела по сторонам, чуть не раскрывая рот от удивления. Вроде привычная улица выглядела совсем не так, как в жизни. Многие дома изменились, каких-то не было, появились новые. Некоторые были заколочены. На месте других выселились двухэтажные кирпичные особняки. Ух ты! А это что? Неужели автомобиль? Таких автомобилей Галя видеть не приходилось. Зализанный силуэт с блестящими стеклами. Широкие колеса совсем небольшого размера. На овальной эмблемке надпись «Форд». Ну, хоть что-то знакомое. Это вроде американская марка. Галя знала, что «Форды» послужили основой для газиков. Ну, точно фантастика. А вон еще одна похожая машина. И еще яркие, как цвета радуги. Практически у каждого дома с бабушкой кто-то здоровался. Перекидывался парой слов. Желали здоровья, поздравляли с праздником. Но с каким же праздником? Громкоговорители тоже не молчали. Правда, они были непривычными черными рупорами, а небольшими крашенными серебристой краской. Да и было их намного больше. Из них негромко лилась музыка. Но незнакомая. От очередной трели отчего-то стало жутковато. Под границей мы землю вертели назад. Было дело сначала. Но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Галя слушала и не понимала. Неизвестный певец хрипло пел и пел о войне. Но о какой войне? С кем? В этом полуфантастическом мире была война? Урал, значит, это Советский Союз. Ну так как же может быть иначе? И деревня знакомая почти. Песня закончилась. Тихо зазвучала новая с нотками вальса. Бабушка теребила в руках несколько красных гвоздик. Отделила две, дала девушке. Возьми. Девушка едва сдержалась, чтобы не спросить зачем. Она уже боялась, что любое неосторожное слово выдернет ее из этого удивительного сна. А людей становилось все больше. И двигались они туда же, куда и бабушка с девушкой. Шли и в одиночку, и по двое, трое. Большинство пожилые. Но была и молодежь. И немало. Почти у всех в руках были красные гвоздики. Галя попыталась опять вслушаться в слова песни. Из-за гомона разбирать было все сложнее. Мимо фасадов Большого театра Мчатся на отдых трезвонят трамваи. В классах десятых экзамены завтра. Вечный огонь у Кремля не пылает. Все впереди. Все пока. Все пока накануне. Двадцать рассветов осталось счастливых. Ленчик, ты когда обратно? Галя не сразу поняла, что пара, высокий парень в накинутой легкой куртке и яркая девушка в узких голубых брюках обращаются именно к ней. Что? Мы часа в три обратно в город. Можем тебя на машине подбросить. Пробромотав спасибо, девушка скорее почувствовала, чем услышала. Что это сегодня с Ленкой? Будто не узнает. Эх, песню прослушала. Может, там что-то прояснилось бы? А ведь, похоже, пришли. Бабушка же говорила что-то про мемориал. Вот и он. Чуть в глубине от улицы к нему ведет аллея, обсаженная высоко вымахавшими тополями. Все вспоминают какую-то войну. Мемориал тоже к этому? Опять ожил громкоговоритель. День Победы. Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Почему-то защемило сердце. Калитка из металлических прутьев распахнута. Дорожка выложена бетонными плитками. А в конце дорожки белая фигура бойца. В накинутой на плечи плач-палатке, без шапки, со склоненной головой и автоматом в опущенной руке. И перед ним все усыпано цветами. Теми самыми красными гвоздиками. Девушка с бабушкой пришли сюда не первыми, несмотря на то, что пришли до какого-то митинга. Мраморная плита на ней слова. Никто не забыт, ничто не забыто. Бабушка, нагнувшись, положила две гвоздички к остальным. Галя, на секунду замешкавшись, машинально сделала то же самое и увидела, что глаза бабушки полны слез. День Победы. Над кем? И только теперь до нее дошло, что плиты, вертикально стоящие по обе стороны от белой фигуры, сверху донизу исписаны. Имена, имена, имена. Тысячи имен, выбитых на розовом граните. Красноармеец, красноармеец, сержант, младший лейтенант, красноармеец. И год. Почти везде. 1941. 41. Ну это же... Додумать мысль она не успела. Взгляд упал еще на одну плиту. На этой были эмалевые овалы с портретами. Такие, как ставят на могилах. Только овалов было много, в несколько рядов. Ближний Иванов Николай. И знакомое лицо. Вздернутый нос, озорные глаза, неизменная кепка. Голя даже знала эту фотографию. Она вырезана из общего снимка, сделанного, когда в колхоз приезжал фотограф. А вот еще... Боже мой, это же невозможно. Васька Семенов, Сима Гриневич, Ленка Петренко, Андрей Косоколов. Он же маленький совсем. И даты смерти у всех сорок первый, сорок второй, сорок третий. Галя не знала, сколько простояла вот так, столбом, совершенно не замечая происходящего вокруг. Сон из фантастического вдруг стал ужасным. И страшнее всего было исподвалить подползающее понимание того, что это совсем-совсем не сон. Тогда говорили, что война будет. Но никто не верил. И уж точно никто не верил, что она продлится хотя бы несколько месяцев. Она не сразу поняла, что стоит рядом с бабушкой. И стоят они в совершенно одинаковой позе. Галина Семеновна позвал кто-то. И девушка, и бабушка повернулись одновременно. И Галя, потеряв сознание от понимания, рухнула на землю. Ленка, что с тобой? Девушка с трудом открыла глаза, увидела лица склонившихся над ней людей. Бабушка при параде. Ну, правильно, 9 мая. Леха с Полиной, еще кто-то. Она с трудом села, с удивлением поняла, что одета в какую-то дурацкую блузку, совершенно не сочетающуюся с брюками. Бабушкин стиль. Рядом мемориал, как она сюда попала. Вспомнила сон. Лето, уютная деревня, смутно знакомая, ощущение легкости и счастья, и странное понимание того, что счастье недолговечно. Словно ворон раскинул крылья над всей землей. Во сне хожу, провормотала Лена. Помогите встать. Галя очнулась на лугу над берегом реки. Ярко сияло солнце, в небе висели воздушные облачка. Вдали расстилались поля, покрытые желтыми цветами. Поднялась, отряхнулась. Все знакомо. Это уже не сон. Это совсем рядом за околицей. В деревню девушка брела, не замечая никого вокруг. Лишь машинально отмечая, вон тут будет большой каменный дом, вон то дерево вымахает до гигантских размеров, а вот тут будет мемориал и братская могила, в которую лягут знакомые ребята. Сколько лет прошло там? Тридцать? Сорок? Вряд ли пятьдесят? Она не знала, но помнила огромное количество гвоздик на плите и твердо знала одно. Мы победим в той войне, которой еще не было, и даже через полсотни лет люди будут помнить о тех, кто погибли тогда. Скоро. Вошла в дом, посмотрела на отрывной календарь и задумчиво сдернула листочек с датой 21 июня 1941 года. Все впереди, все пока, все пока накануне, двадцать рассветов осталось счастливых. Год сорок первый, начало июня, все еще живы, все еще живы.